Развитие совместных систем военного назначения на ближайшие пять лет станет приоритетным направлением сотрудничества в СНГ. Такое решение принято сегодня в Москве на заседании Совета Министерств обороны и Содружества. Рост угрозы терроризма заставляет корректировать уже принятую до 2020 года концепцию военного сотрудничества. Это касается в первую очередь объединенной системы противовоздушной обороны, использования единых подходов в контроле за радиационной, химической и биологической обстановкой. Особое внимание общей системе радиолокационного опознания и обеспечению безопасности полетов военной авиации. Сегодня же стороны подтвердили готовность к совместному противодействию исламскому государству. Сегодняшняя встреча проходит на фоне усиливающейся экспансии международного терроризма. События последнего времени в болевых точках планеты свидетельствуют о том, что это реальная угроза в том числе для государства Содружества. В складывающихся условиях нам необходимо укреплять взаимодействие в сфере обороны и безопасности, развивать военно-сотрудничество на пространстве СНГ. Формация этой министров обороны, стран Содружества позволяет успешно решать эти задачи на основе партнерских отношений. Всего министры рассмотрели около 20 вопросов. В том числе достигли договоренности о разработке проекта концепции воздушно-космической обороны СНГ.